Такой скромный, застенчивый товарищ Сталин, ну вот прям вот только на Курильские острова у него смелости или там чего хватило, а на Хоккайдо уже как-то он постеснялся. Очень удобно, 10 лет условно говоря вести войну, пускай из той же России, 10 лет, на 9-й год войны видно, что ни хрена ничего не получается и даем союзникам России право требовать от Сталина сохранение нашей государственности. Потому что вовремя предать, значит предвидеть, это перейти в стан победителей. Про историю, про которую приятно, про историческую правду, которую приятно говорить. Хотел с вами вот одну тему поднять, которая меня давно интересует, историческая именно. Вернемся к Великой Отечественной войне, наверное даже к ее итогам. Смотрите, может вы как историк расскажите мне, пожалуйста, объясните. Мне не очень понятно. Смотрите, по итогам Второй мировой войны в Великой Отечественной, прежде всего, со стороны Советского Союза, я понимаю Польша, но я не понимаю, почему Румыния, Венгрия, которые были в составе гитлерской коалиции, которые реально воевали с Советским Союзом, реально представляли прямую угрозу не только государству советскому на тот момент, но реально жизням советских людей. Почему по итогам Второй мировой войны именно они не стали союзными республиками? Почему они сохранили свою государственность? Я потом просто продолжу, почему именно сейчас я этот вопрос задаю и почему именно вам? Да все понятно. Но я удивлен тому, что вы такой вопрос задаете, потому что ответ-то очевиден. Ответ-то очевиден. Вот как только вы задаете его, из этого складывается два вывода. Первый вывод. Товарищ Сталин это добрый волшебник? Или не очень добрый? Но точно волшебник, который может все. И вот он может Румынию присоединить, Венгрию присоединить, Финляндию. Вообще всех может присоединить, но не присоединяет. Вот как удивление, так сказать. Что сделал товарищ Сталин в этот момент? Как же так, Иосиф Виссарионович? Чувствуется легкий упрек ему. Это первое. Второй вариант, который из этого подразумевается, что мы живем в безвоздушном пространстве, где в политике никакого сопротивления со стороны союзников, не врагов, союзников не существует. То есть все союзники честные, открытые, всегда помогают друг другу. Политики только думают, чтобы дети вечером имели стакан молока. И вот ради этого все живут и работают. Мы с вами сейчас смотрим в наших нынешних союзников и тоже понимаем, что все далеко не так кристально ясно, честно и чисто. Правильно? Давайте возьмем Вторую мировую. Но на секунду это отложим и просто вспомним, что в 1945 году у наших союзников атомное оружие было, а у нас его не было. Вопрос. Кто акцептировал, соглашался с теми или иными территориальными изменениями в Европе? Садился Сталин, Рузвельт, потом Трумэн и Чарчилль. Все, трое. Французов, как говорится, никто не спрашивал. То есть для того, чтобы что-то изменить, вернуть, вам нужно было, чтобы с этим согласились англосаксы. Причем сразу два. Если они не согласны, Сталин мог поспорить, сказать, как это было на Ялтинской конференции, ну, нам тут делать нечего, как говорится, пошли. Да, потому что они там что-то не хотят делать. Но вы не могли что-то делать, если они против. Вот другой пример берем. Почему товарищ Сталин, как говорится, Японии-то немножечко к нам как-то не... Ну что же так он это? Такой скромный, застенчивый товарищ Сталин. Ну вот прям вот только на Курильские острова у него смелости или там чего хватило, а на Хоккайдо уже как-то он постеснялся. Так ответы есть в официальных документах. Открывайте книгу, называется «Переписка товарища Сталина с премьер-министром Великобритании и президентом США». И там как раз в соответствующей дате, лета 1945 года, Сталин мягко как бы просит, ну, как бы согласиться, если так можно сказать, с высадкой наших войск на Хоккайдо. На что Трумэн говорит, что спасибо, помощь нам не нужна, ну, примерно так, да, что советские войска нет такой необходимости, но у нас, у американцев, есть в свою очередь просьба. Нам бы хотелось базу на Курильских островах, которые, да, к вам отходят, поскольку так мы решили, да, но нам бы там базу. На что Сталин отвечает, что как-то вообще недружественно вы как-то говорите, товарищ Трумэн, потому что тон какой-то не тот. Ну, там Сталин достаточно жестко отвечает, но Трумэн не дал Сталину высаживаться в Японии. И Сталин не рискнул нарушать это. Есть даже беседа его с одним из наших военно-морских начальников, который Сталину сказал, что вот, товарищ Сталин, у нас была сначала идея высадиться, но потом мы как-то не рискнули, и Сталин так грустно посмотрел на него и сказал, а зря. Ну, то есть, можно было разыграть это как, знаете, не послушались, там, не так поняли приказ. Саботировали. Ну, да. Поэтому союзники были против. У них было атомное оружие. Это первая причина, по которой Сталин не мог сделать то, что он так и не сделал. Но присоединение или не присоединение Финляндии из этого же, вот, так сказать, порядка. Понятно, что там война 1939-1940 года была в другой ситуации. И тогда не только наши еще не союзники, англичане и французы помогали финам, но и немцы были заинтересованы в том, вот это важный момент, чтобы Финляндия была независима. Объясню почему. Почему? Если Финляндия входит в состав Советского Союза или Российской империи, ну, Советского Союза, то мы оказываемся на границе Швеции. А почему это важно было для Гитлера? Потому что в Швеции было единственное месторождение железной руды. И оно было бы, как говорится, в зоне, ну, протянуть руку и взять. То есть товарищ Сталин мог Гитлера взять за горло в 1940 году, когда еще Гитлер не напал на Советский Союз. Но он оказался бы в ситуации, когда без благословения Москвы он ничего не может делать в мировой политике. Поэтому для Гитлера это был вопрос принципиальный. То есть заходите так дальше, Германия сразу может войну начать. Потому что все. 1945 год, 1944 год. Советский Союз даже не ставил вопрос присоединения Финляндии. Просто вернулись к тем границам, собственно говоря, которые были до этого. Ну, там чуть-чуть, может, как-то их подкорректировали. Ну, потому что Англия и Соединенные Штаты Америки не дадут этого сделать. Ну, и есть еще одна причина, которую здесь нужно назвать. Ведь, как сказали в одном хорошем советском фильме «Гараж», вовремя предать значит предвидеть, да? Так давайте возьмем страны, которые вы перечислили. Румыния, Венгрия, все. Да, Румыния. Я легко помню эту дату, потому что это день моего рождения. 23 августа. Ну, год у меня, конечно, другой немножечко, да? Тем не менее, 23 августа 1944 года в Румынии происходит государственный переворот. Что это означает на практике? Это означает, что король, который и так был главой государства, арестовывает премьер-министра, который был такой профашистский, Антонеску, генерал. И та же самая румынская армия вдруг начинает воевать с немцами. Она переходит на сторону добра, как говорится. Не поздно ли? Ну, конечно, хотелось бы, чтобы в сентябре 1941-го перешли. Понятно. Но, когда мы опять говорим о Румынии, то есть к концу войны Румыния – это не союзник Гитлера, а союзник Сталина. Ну, как бы, хорошо, здорово, молодцы. При этом, сразу, раз мы сказали о Румынии, скажем, что там, конечно, советское влияние сразу начало нарастать. И при этом король сидел до, по-моему, 1947-го года. И его Сталин наградил орденом Победы, который вот с алмазами там. Его называли король-комсомолец Михай. Он, собственно говоря, умер в начале 2000-х. Его потом товарищи из компартии Румынии попросили на выход. В том смысле, что пришли к нему. Так, в 1947-м, по-моему, объяснили, что товарищ король... Мы все понимаем, но, пожалуйста, давайте. Монархия кончилась, да. Да. То есть, при Сталине монархия была в Румынии. И никаких проблем не было. И 23 февраля отмечали. И король проводил приемы в честь Красной Армии. То есть, там сюр такой был интересный. Венгрию берем. В Венгрии ситуация не получилась вот так безоблачно. В Венгрии под руководством адмирала Хорти. Она тоже решила выйти из войны. Это разумное решение. Там готовился тот же самый государственный переворот. Но Гитлер отправил Отто Скорцени того самого. И тот со своими диверсантами проник во дворец. Арестовал сына адмирала Хорти. Его закатали в ковер. В буквальном смысле. И вынесли из дворца. Почему такие тонкости? Ну, представьте, Венгрия, союзник Гитлера. В Будапеште немецкие войска стоят. Ну, то есть, они все перемешаны. И вот этого Хорти охраняют венгры. Поэтому эти диверсанты приходят. Заворачивают его аккуратненько в ковер. Ну, и, не знаю, под видом там ремонтных рабочих, может, выносят этого сына. После чего они сообщают адмиралу Хорти, что сын в ковре. Ну, и, как говорится, можно его по частям потом по почте получать. Есть второй вариант. Просто уходите в отставку. Адмирал Хорти все понял. Сына любил. Венгрию тоже любил. Но сына больше. Ушел в отставку. И вместо него к власти пришел Ференс Салаши. Это фашистская партия. Салашисты называются. И вот они уже вместе с немцами в окруженном Будапеште сражались до, как говорится, последней возможности. И опять после этого вопрос. А как вы Венгрию куда-то присоедините, если все остальные этого не хотят? Я имею в виду не венгры, а англичане не хотят, американцы не хотят. То есть никто не даст вам это сделать. Ну, и говоря о Финляндии, она тоже летом 44-го года вышла из войны на стороне Германии, объявила войну Германии и начала воевать со своими союзниками на своей территории. То есть типа исправилась тоже. Поэтому после окончания войны, уже заканчивая ответ на вопрос, со всеми вот этими странами, которые вот туда-сюда были, отдельно договоры заключались. Союзные страны отдельно решали вопросы. Репарации, если надо, еще. Италия тоже. Италия, кстати, точно так же. Произошел государственный переворот. Король арестовал Муссолини. То же самое, что в Румынии практически. Но вы почему-то про Италию-то не спрашиваете. А почему не спрашиваете? А чего Америка не присоединила Италию к себе? Нет, я... Смотрите, из вашего ответа я пока два для себя выяснил это. Два эпизода для себя вычленил. Первый. Очень удобно. Десять лет, условно говоря, вести войну. Пускай из той же России. Десять лет. На девятый год войны видно, что ни хрена ничего не получается. Скоро нас, как вот я, Максим предлагает, лишат государственности. Мы, условно говоря, делаем переворот, смещаем монарха, либо профашистского премьер-министра. И даем союзникам России право требовать от устали на сохранение нашей государственности. Это первый вопрос. Второй вопрос. Нет, я убираю за скобки ядерное оружие, что есть-нет. Глубже мы еще поговорим на вопросы, приготовленные. И еще вариант. То есть союзники оставляют для себя территорию, на которую они смогут потом влиять. Потому что это не союзная республика, не там венгерская советская социалистическая республика, а реально. То есть остаются заложенные мины на будущее, как в виде независимых этих стран. Вот эти два варианта. Очень удобно, на самом деле, получается. Это, опять-таки, как раз-таки про ту же самую Японию можно было. Воевали с Гитлером на американцев, но потом император подает в отставку. Все, и вроде как бы уже не такие уже и враги. Хотя поубивали, поуничтожали население, дай бог. Не дай бог. Обратите внимание, что формальные руководители, реальные руководители страны никуда не подавали в отставку. Для этого очень интересно. Потому что японский император, ну это вообще, как говорится, почти бог на земле. В религиозном смысле. И его никто не судил. Судили премьер-министра, военного министра. Такийский процесс был. В Италии. Какой король начал все это, тот король и закончил. Но, в отличие от товарища Сталина, американцы оказались гораздо более мстительными. Они, ну по сути, до сих пор оккупируют Италию. И что они сделали? Они провели референдум сразу после окончания Второй мировой войны. И монархия была запрещена. Она до сих пор запрещена в Италии по конституции. Там написано, что потомки итальянских королей не имеют права ступить на территорию Италии. Ну смотрите, это разве не союзная республика, только по-американски? Нет. Формально. Формально. В конституции написано, все, нельзя. Так и Сталин, собственно говоря, действовал. Где территории были критически важны, как Восточная Пруссия, это делалось явочным порядком. И Сталин даже не обсуждал это. Сказал, если там попытается немецкая администрация появиться, сказал он на Ялтинской конференции, мы ее прогоним, ей-богу прогоним. Но там, где вопрос, так было с его точки зрения невозможно поставить, то надо просто делать про советские правительства, что дальше и было. И при этом Сталин был демократичнее американцев, потому что в Румынии короля до 1947 года, собственно говоря, никто не запрещал. Вот. Что касается, вы сказали, 10 лет войны против России. Безусловно, я говорю тоже, на последних годах, когда война идет уже, понятно, к логическому завершению, и видно, кто побеждает. Конечно, можно тогда примкнуть к побеждающим. И сохранить свою государственность. Во-первых, умные всегда так и делают. Вот, например, опять. Наполеоновские войны. Битва при Лейпциге. И там, по-моему, селесская армия прямо в ходе битвы перешла на сторону союзников. Ну, это как? Представляете, стояли в одной стороне и выступили против Наполеона же. Ну, потому что вовремя предать, значит предвидеть. Это перейти в стан победителей. Ну, давайте вот просто в сегодняшнюю ситуацию придем. Идет специальная военная операция. Да? Сложно, тяжело идет. Гибнут люди. Вот представьте сейчас. Какой-нибудь генерал Икс или политик Игрик на Украине. Николай, я еще раз говорю. Я и предполагал, что у нас будет одно из другого вытекать. Ну, то есть сейчас бы какой-то политик. По какой-то причине. Не потому, что он пророссийский. Мне вот эта, знаете, формулировка, она такая для того, чтобы человеку измену пришить с той стороны. Нет, потому что он здравомыслящий. Он понимает, чем все кончится. Он хочет сохранить человеческие жизни. Там десятки мотиваций, может быть. Поднимает воинскую часть, захватывает банковую. Производит государственный переворот. Просроченного президента он отправляет, значит, куда-то. Потому что тот у власти и находится. Вопрос. Мы бы с вами что, протестовали? Сказали, не-не-не-не-не. Это не считается. Нет, давайте дальше воевать. Дальше. Потому что вы руководили такой-то бригадой. И там 10 лет на Донбассе стреляли по ополчению Донбасса. А вот здесь вы уже вот столько месяцев стреляли в российских солдатах. Да, конечно, нет. Немедленно амнистия всем офицерам, которые в этом участвовали. Всем солдатам амнистия. Немедленно готовы всех солдат принять в российскую армию. Ну, понятно, там после беседы с компетентными органами. С тем же званием можете перейти. Ну, так, конечно, так. Правильно это? Конечно, правильно. Единственное, правильно. Никакая война никогда не ведется на истребление противника до последнего солдата. Потому что вы себя тоже очень сильно истребите в этот момент. А у нас с Украиной это гражданская война. Там на 90% вообще человека просто одень его в форму российской армии. Вы никогда не догадаетесь, что он там был. Никогда не догадаетесь. И 10% есть каких-то там обколотых там с портретами Гитлера, с вастиками и так далее. Упырей каких-то. Остальных просто либо пойманные на улице, либо введенные в информационное заблуждение люди, которые думают, что у нас здесь унитазов нет, асфальта нет. Не же едят. Поэтому ровно так же поступал и Сталин. Если какой-то политический переворот позволяет спасти жизни сотен тысяч наших солдат, так конечно. Ведь это же двойная выгода была. Румыны воевали против нас, пусть плохо, но все равно воевали. А мы теперь вместо того, чтобы с ними воевать, они еще на нашу сторону переходят и воюют с немцами. Так это прекрасно. Ну и нужно понимать, что политики очень часто находятся в плену не иллюзий, а в буквальном смысле в плену охраны какой-то сложившейся ситуации. Тот же король Михай, по-моему, второй, который вот король-комсомолец потом, в его интервью я нашел интересную фразу. Что он узнал о том, что Румыния объявила войну Советскому Союзу? Из передачи на BBC. Это глава государства. Это он как бы назначил премьера, который объявил войну. То есть по радио и не по румынскому даже узнал об этом. Ну вот как это? Ну а вот так.